здравствуйте друзья у нас вопрос я как и многие другие кто к вам обращается относительно давно одержим мыслью об иммиграции в сша будучи еще студентом радиотехнического техникума я уже был наслышан о том что в сша ценятся программисты но в этот период 2003 2004 год лотерея green card была недоступна для россии дальше работа семья мысли об иммиграции ушли на второй план а вскоре и вовсе забылись но буквально год назад я наткнулся на ваш канал пересмотрел много видео нашел еще несколько каналов людей эмигрировавших в сша и с удовольствием рассказывающих об этом толчок также дал один из знакомых который уехал по турвизе и планирует остаться по политике но никаких подробностей он не разглашает на сегодняшний день мне 31 год имею среднее специальное образование по профессии программист и 12 лет опыта в сфере автоматизации но кроме программирования контроллеров занимаюсь в программированием моей жене 30 лет у нее два высших образования у нас двое маленьких детишек 4 2 года и теперь целью иммиграции для меня является уже не сколько собственное благополучие сколько достойное будущее для наших детей работа на стройке не пугает абсолютно руки вроде из плеч растут хотел бы обратиться к вам с просьбой рассмотреть нашу ситуацию мы много читали говорим про это форум иммиграционный говорим про вес и у нас сложилось впечатление что основными путями является грин карта то есть лотерея имеется или политик политическое убежище в грин карте мы начали участвовать 2016 году думая ждем результаты это было этому письму несколько месяцев ждем результаты и надеемся имеем собственности квартиру машину и небольшой бизнес продав все это будем иметь на руках около 45 50 тысяч долларов но я понимаю что шанс крайне мало и хотел бы иметь так сказать план б на случай если не выигрываем план б это политик но почитав форум складывается впечатление что по политике едут только те кто действительно подвергается каким-либо гонениям в то же время количество людей иммигрировавших именно таким способом составляет усомниться в этом так на одном из каналов нашел контакты иммиграционного адвоката который предложил мне оплатить 200 долларов за консультацию я отказался так как заплатить 200 долларов за то чтобы к примеру узнать что политика там не светит меня не очень порадовало ведь меня интересовал вопрос именно о возможности иммиграции по политике они ее деталях сложно именно поэтому решил обратиться к вам за советом как человеку с огромным опытом подскажите пожалуйста как лучше поступить в нашей ситуации реально ли иммигрировать по политике не имея так сказать реальных на то оснований самый главный для меня вопрос если ехать по политике то всем сразу или мне уезжать одному и при удачном решении вытаскивать к себе семью какой путь для нас будет более от оптимален благодарю за потраченное нас время с уважением антон ну давайте ну что же друзья давайте по порядку значит я пока письмо читал мысль о том что антон 13 лет назад уже интересовался и за 13 лет ничего не случилось и вдруг он так год назад вспомнил случайно наткнулся вспомнил у него это все встрепенулась и как-то вот как бы сказать его приход к мыслям об эмиграции то есть фактически случайный да вот он пришел посмотрел какое-то видео еще что-то посмотрел еще посмотрел форум почитал тут он интересуется но но толком не разобрался пока да поэтому она и спрашивает значит вот как вообще давайте мы нет не давая оценок значит посмотрим на вопросы политического убежища вот этот вопрос а можно ли без там реальных преследований там и так далее если вы не будете рассказывать о преследованиях как бы то вам ничего и не дадут то есть как сказать вы не можете сказать ребята дайте мне политическое убежище хотя у меня оснований для этого нету вам сказать спасибо что вы обратились но нет отвечают в америке мест в таком конкретном раскладе поэтому люди которые получают статус политического убежища они рассказывают о тех преследованиях которые там происходили многие люди привирают что тут говорить привирают они скорее те кто получают скорее всего достаточно грамотно потому что их как бы на обмане не поймали значит все это у них там получилось но как бы вот есть разница между грамотным привиранием и неграмотным то есть как-то они значит научаются или там где-то вычитывают или им кто-то рассказывает как там приврать есть статистика официальная или полуофициальная чтобы не знаю какая-то организация делала исследования и я у меня ссылки нет так вот так прям сразу на ходу но я натыкался вот на этом и они там писали что чуть ли не 70 процентов вот по той их официальной статистике 70 процентов значит заявители и те кто обращается у них никаких реальных там оснований для этого нет и они там чуть фантазируют я слышал ну не как результат исследования так может быть как общую оценку что 96 процентов ничего такого не имеют а вот врут все и так далее не знаю эти сложность всей этой ситуации состоит в том что человек который обманывает не станет вам об этом рассказывать потому что если выяснится что вы обманывали то может вы уже 10 лет так как гражданин значит а у вас заберут это гражданство и депортируют с волчьим билетом вы же никогда в страну не верить там вот поэтому это как бы себе во вред поэтому приятель который значит уехал по турбизе и собирается подаваться на политику не хочет делиться а зачем ему это надо сегодня вы друзья а завтра вы не такие друзья а послезавтра вы кому-то сболтнете по дурости а ему потом за это все кому это нафиг надо поэтому есть как бы некоторая темная такая область и всякие эти форумные знатоки которые там все знают они ничего не знают люди которые знают помалкивают люди которые болтают они обычно ничего не знают поэтому очень трудно получать информацию собирать информацию но очень важно в этом во всем как бы не впасть в такое состояние знаете что осуждение всех и вся вы не знаете я не знаю ну вот никто не знает есть суд вот суд разбирается понимаете а я ним не могу как за пределами суда сказать вот этот жулик а тот там по-честному и так далее вот как судья решил так и решил или там иммиграционный офицер если на первом этапе это происходит еще до суда вот они значит по своим каким-то критериям это дело есть случаи когда вообще все происходит на нас на словах давайте вот человек который изобразил что-то хорошо на словах получает политическое убежище без того чтобы предъявить хоть какой-то документ есть люди которые приходят с пачкой документов но они не убедительны не документы не убедительны люди эти не убедительны и им отказывают понимаете вот как как в такой ситуации пойти открывается конечно много возможностей для тех кто хотел бы закосить такие возможности есть безусловно в любом деле есть возможности закосить кто-то там пытается закосить чтобы налоги не платить там кто-то пытается закосить я не знаю вы не знаете сколько грязного бизнеса тут в стране происходит когда люди значит нарушил нарушение законов там и моральных норм и так далее там пытаются какую-то копеечку сшибить тут и там сколько хочешь такого к счастью это не вся страна такая но есть есть как бы возможности есть люди которые норовят куда-то проскочить у них возможности есть вот в этом деле тоже есть теперь вы не можете позвонить адвокату телефон которого вы нашли на веб-сайте и сказать скажите вот вы будете мне сочинять историю за те деньги что я вам заплачу они вам адвокату сказать нет конечно с ума сошел и адвокат даже если бы он вдруг представить себе хочет вам сочинить эту историю он вам никогда не скажет конечно потому что он не знает кто звонит может подстава какая может еще чё ну кто же вам так вот будет хотя адвокаты как правило ничего не сочиняют потому что у них есть лицензия они боятся ее потерять это как бы у них хороший кусок хлеба с маслом и даже с икоркой сверху чего он должен понимаете вот этим заниматься есть некоторые тонкости есть специализация вот есть иммиграционный адвокат и он может быть очень тонким знатоком того как вот там привести невесту из другой страны а другой иммиграционный адвокат очень тонко знает вопросы политического убежища но допустим не 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 очень глубоко вникает в дела там через мексиканскую границу пашинет опыта так в принципе знаю а другой только мексиканской границы и занимаются бывать то есть есть некоторая специализация и когда вы разговариваете со специалистом то сперва надо найти специалиста второе надо задачи его поставить и третье надо показать чтобы адекватный чтобы этот специалист не боялся заходить какие-то как сказать как у нас говорят gray areas да значит чтобы потом ему же хуже не было из-за вас я вам приведу пример такой не из иммиграционного дела а из страхования человек из нью-йорка мне значит там позвонил и говорит вы знаете я вот тут живу в нью-йорке автомобильное страхование такое дорогое там еще чего-то я вот так пытался и так пытался там в онлайне там еще что-то и вот в общем не получается я могу давай вот что сделай давай возьмем хорошую страховую компанию например там но я не буду называть такую-то компанию посмотри где у тебя там ближайших 3-4 агента возьми такого который поопытней там 15 лет 20 лет 30 лет бизнес позвони назначь appointment страховому агенту никто не хочет appointment назначать ему ну в крайнем случае в лучшем случае по телефону а то вообще норовят так знаете там в онлайне где-нибудь вот назначь appointment приди и скажи я ищу страхового агента который бы занимался моими делами которым можно доверять с которым я могу много-много лет делать бизнес там и так далее это увидишь что будет потому что агент может что-то сделать но он не будет этого делать по телефону он должен видеть человека он должен понимать что это адекватный человек с чем он пришел зачем пришел и они сэкономили на этом визите эти ребята пару тысяч в год пару тысяч год что сделает агент я вам расскажу значит надо знать тонкости патент для этого надо тонкости знать что сделал агент он их застраховал с адресом в другом районе нью-йорка где все дешевле существенно дешевле вот а потом поменял им адрес его оказывается оказывается система с которой они работают компьютерная система вот этого не отлавливала то есть при перемене адреса она не пыталась изменить или там пересчитать стоимость страховки то есть только в момент когда страхуется человек они в момент когда он переезжает и но это надо знать если бы если бы агент был три месяца в бизнесе или даже может быть год он бы этого не знал другой агент ему этого не скажет это не нужно никому знать то есть вот он знает и он это я просто чем рассказывать первое надо работать со специалистом и второе а надо адекватно понимать что ты имеешь дело со специалистом вот мне иногда говорят дайте там посоветовать какой-нибудь адвоката там я даю человека а дайте двух или трех чтоб я мог выбрать ягучек ты не понимает он человек не понимает он думает что он на веб-сайт пришел давайте значит если если я ему даю человека если ему это там значит позвонишь такому-то скажешь что от меня а он не понимает он думает что дайте мне еще три ну ну пожалуйста вот иди вот на любой форум иди к блогерам иди там иди куда хочешь все тебе три пусть и будет 23 и каждый тебе скажет хочу 200 долларов за консультацию бесплатно они они не работают бесплатно сидит то есть было время когда вы могли прийти и всюду писали первая консультация бесплатная а многие тогда тоже не давали они говорили ты знаешь вот эти вот которые ходят по бесплатным консультациям они там 5 адвокатов обойдут но в той мере в какой остались еще люди которые дают бесплатно они всех обойдут и о чем это все никакого бизнеса с них нет потом это все потеря времени но может быть адвокатов начинающим попрактиковаться может хоть какие-то люди ходят но неважно сейчас они завалили так они уже без выходных работают поэтому разговаривать с кем-то за бесплатно значит да что мне не понравилось вот в этом тексте значит он говорит давайте вот я еще раз я зачитаю пока мы тут стоим он говорит на одном из каналов нашел иммиграционного адвоката который предложил мне оплатить 200 долларов за консультацию я отказался так как заплатить 200 долларов за то что к примеру узнать что политика нам не светит меня не очень порадовал понимаете человек абсолютно не понимает зачем ему нужен иммиграционный адвокат о чем с ним разговаривать и что собственно хочет узнать ему от иммиграционного адвоката ничего не надо он прочитал что где то есть человек а зачем он нужен непонятно а 200 долларов для него такая сумма что казалось бы зачем тебе вообще иммиграция если 200 долларов за получение принципиально важного знания для тебя ерунда причем он говорит я же ведь меня интересовал вопрос именно о возможности иммиграции по политике а не ее деталях возможности иммиграции по политике в условиях когда вас никто не преследует равна нулю вот вам ответ вам это любой скажет любой вам для этого не нужно платить 200 долларов больше того вы когда вы заплатите 200 долларов он вам не скажет как он вам этого тоже не скажет он вас послушает он скажет вот это бы я не стал на это бы я больше напирал там и так далее и так далее но если вы например реально рассматриваете политику понимаю что вас не преследует но может быть там можно как-то подвести себя под это дело вы можете походить самое на какие-то митинги оппозиционные вступить какую-нибудь партию оппозиционную поучаствовать в демократическом процессе российской федерации там день на выборах агитировать там ну как и чего вам действительно будьте активным гражданином своей страны вот и дальше у вас этот и кейсик сложится как я не знаю что и вам не придется брать ничего вот у вас все абсолютно все там сложится вот посидеть пару раз там в обезьяннике вот появится пачка фотографий как вы там с каким-нибудь плакатиком тут с плакатиком там где-нибудь вам руки вяжут там я не знаю я не специалист я чисто и чисто так фантазийно это все вот и а потом приедете вот соединенные штаты будете тут ходить к российскому консульству или там посольству с флагами какие-нибудь там с плакатами вас тоже сфотографируют у меня такое ощущение что вот половина участвующих во всех этих мероприятиях это люди которые в подаче на политубежище им этот фотографии нужны то есть во случае все те кого я знаю кто тут в подачу вот они все время ходят они они не пропускают у них такой кейс набирать ведь как же я могу вернуться когда у меня вот тут такие проблемы да да я почему расскажу фейсбуке естественно все это там ну как положено поэтому я не хочу вас учить плохим вещам я вам просто рассказываю что например если бы вы решили вот так делать да то как бы вдруг открывается вот эта граница окошечко какой-то и для этого не нужно даже меня спрашивать вот вы могли бы на форумах там блогеров и где угодно по этой вот потому что я вам сейчас говорю полно всюду и тогда вы звоните адвокату тогда вам понятно с чем вы звоните и зачем вы звоните вы звоните узнать возьмется ли он за ваше дело и вы звоните ему не потому что вы где-то там на ю тубе его нашли а потому что вам его порекомендовали люди которым вы доверяете тут есть еще один момент очень интересно люди многие они находятся в каком-то кармическом что ли цикле вот допустим из классическая история женщина выходит замуж за алкоголика страдает разводится с ним и следующий мужик у нее опять алкоголик и следующий опять алкоголик и там будет 10 человек и все будут алкоголик она не может вырваться из этого цикла аналогично есть люди которых все время кидают потому что они как приличного человека увидят они от него шарахкаются они говорят это плохой человек а доверие у них вызывают только проходимцы и они к одному проходимцу другому проходимцу третьему проходимцу и вот они там весь интернет уже в их комментариях в их история как кинул то ты бросил там я не начну а что ж ты твою мать всю свою жизнь к проходимцам ходишь а честных людей дерьмом мажешь и вот почему я рассказываю я не то что вот конкретно нашего антона критикую я просто чё говорю по жизни очень важно быть на солнечной стороне понимаете планеты то есть иметь дело с приличными людьми ходить по рекомендации от людей которым вы доверяете но если вы доверяете проходимцам то тут вам и каранты понимаете если если вы доверяете только проходимцам то вас а было ну 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 обберут облажают и и в общем то ничего вас не получится не потому что что-то просто потому что вы такой возвращаясь к началу этого письма я хочу сказать что за 13 лет все люди которые хотели оказаться в сша ну почти все уже давно оказались сша конечно бывает ситуация когда допустим там 7 детей человек и он не может вот так давайте вот а так вот те кто помоложе те кто там скажем без детей и те кто очень хотел все тут абсолютно все тут вот я я их вижу каждый день вот я сейчас приехал об хотя камеру разверну камеру развернул о пытаясь так тенечко и чтобы солнышко к нам да вот вот это офис я сейчас туда зайду чего нас сейчас около 11 утра значит там сидит но если индусов убрать не считать то есть ну да допустим там 30 человек наших с вами соотечественников которые все тут вот такие что вашем примерно возрасте большинство тоже семейные вот и и вот все тут кто по лотереи кто по политике кто там замужества там какие там разные бывают у людей обстоятельства вот все тут поэтому если действительно хотелось сел разобрался так и определился с тем что ты можешь что ты не можешь где-то где твои вот эти вот границы вот и и пошел вперед я уже не говорю о том что с 12 годами опыта вы можете по рабочей визе тоже теоретически вам вам не заказано то есть у вас уже там даже отсутствие высшего образования вам не помешает по рабочей виде если вы что-то реально умеете там и и так далее вперед счастливо